Добрый день! По вашим просьбам мы начинаем цикл видео урока, на котором мы будем разбирать упражнения для рук. Эти упражнения не только улучшат подвижность ваших рук и состояния мышц рук, а также улучшат состояние плечевых суставов и, самое главное, сделают более подвижным ваш шейный отдел позвоночника. На сегодняшнем уроке мы будем работать с упражнением, которое позволит включить нижнюю порцию трапециевидной мышцы. Часто задают вопрос, почему одно плечо выше, другое ниже. Одна из причин такого положения – это не включение нижней порции трапеции в работу. Также торчащие углы лопата со стороны спины – это тоже слабость нижней порции трапеции. Если нижняя порция трапеции не работает, то тогда у нас есть напряжение в верхней порции трапеции, тенденция к поднятию лопатки вверх, как правило, к укорочению передней зубчатой мышцы. На сегодняшнем уроке вы посмотрите, как можно и почувствуете, как за 5-6 движений можно изменить положение своих лопаток. В этом упражнении есть свои нюансы. Мы будем делать упражнение, когда нам нужно будет опустить нижнюю часть руки в сторону ребер в положение лежа на спине. Главное, чтобы в это движение не включилась мышца поясницы и ромболидная мышца между лопатками. То есть это движение должно быть сделано вниз без включения грудной клетки. Чтобы не получилось, что мы это делаем за счет того, что мы прогибаемся в грудном отделе позвоночника. Также вы можете столкнуться с тем, что когда вы положите руки, ваши руки будут отрываться от пола. И в процессе движения рук будет уходить тыльная сторона кисти от пола. Это говорит о том, что есть ограничения в движении вращателей плечевой кости наружу. Но это как раз те мышцы, которые обеспечивают нам ровное положение осанки и положение плеча максимально эффективное для нашего тела. Поэтому вы будете выполнять движение, не стремясь направить до конца в сторону туловища руку. Останавливайтесь в том моменте, где вы будете чувствовать или движение в грудном отделе, или вы будете чувствовать, что ваша кисть будет отрываться от пола. И дополнительно при движении мы будем разворачивать кисть, направляя большой пальчик в сторону пола. Попробуйте сделать это движение, и вы как почувствуете, что еще дополнительно у нас появляется движение во вращении плечевой кости и прижатии уголочка лопатка к ребрам. Как будет двигаться лопатка? Вот угол лопатки. Мы отводим руку в сторону и начинаем смещать руку вниз. Посмотрите, какое движение к позвоночнику совершает угол лопатки. То есть, вот это движение мы должны получить ощущение в процессе урока. Для начала ложимся на спину. Почувствуйте, как сейчас ваше тело соприкасается с полом. Особое внимание направьте на ощущение лопаток. Сравните их положение относительно друг друга и относительно позвоночника. Обратите внимание, как ваши плечи соприкасаются с полом или приподняты над полом, если разница между правым и левым плечом. Отметьте ощущение расстояния от уха до плеча справа и слева, если разница. И теперь сгибаем ноги в коленях, чтобы было пояснице комфортно. Загибаем руки в локтях, так, чтобы локти были на уровне ваших плечевых суставов. Ладони смотрят в потолок. Медленно, не спеша делаем вдох. И на выдохе начинаем поворачивать кисть большим пальцем в сторону пола. И мягко направлять руки в сторону корпуса. Еще раз вдох. И поднимаем руки вверх. Опять вдох. На выдохе медленно, не спеша чувствуем, как уголки лопаток синхронно двигаются к позвоночнику. Мягко на вдохе возвращаем руки. Выполним еще один раз. Медленно стремимся сделать движение плавным и синхронным. Почувствуйте, как удлиняется шея. Медленно возвращаем в исходное положение. Еще раз вдох. На выдохе медленно, не спеша. Почувствуйте, что с каждым разом ваши руки могут приблизиться ближе к корпусу. И медленно вверх. И если вам комфортно, скользните руками вверх, ощущая, как угол лопаток сильно разойдутся в сторону. Ребра раскроются. И еще раз вдохнуть. И на выдохе, медленно, не спеша, направляем лопатки вниз. Еще раз вдох. Мягко, не спеша. Почувствуйте, как вращается плечевая кость. Если у вас отрываются руки, сделайте движение только, пока кисть касается пола. Еще один раз. Зафиксируйте это положение. И почувствуйте, какие мышцы удерживают ваши лопатки в этом положении. Ощутите, что при этом они пошли вниз. Расстояние от шеи стало гораздо больше. Медленно, не спеша возвращаемся. И опускаем руки вниз. Выпрямляем ноги. Как сейчас ощущаются ваши лопатки? Есть ли ощущение, что грудная клетка растеклась? Стали ли лопатки более симметрично относительно друг друга? Поменялось ли расстояние до позвоночника? Как сейчас соприкасаются ваши плечи? И есть ли разница в ощущении расстояния от уха до плеч до начала упражнения и после? Понаблюдайте, как вы дышите. Не спеша сгибаем ногу в колени и садимся. Выполняйте это упражнение регулярно. Вы можете попробовать, чтобы кто-то положил вам руки на лопатки до начала движения. И уже через 5-6 повторов попросите еще раз положить руки и почувствовать, как изменилось положение ваших лопаток. Это упражнение поможет вам улучшить ощущение своих лопаток, прижмет уголочки лопаток в сторону ребер и развернет грудную клетку, дав возможность улучшить не только ваше внешнее положение статики, но и улучшить ваше дыхание. Успехов! Продолжение следует... Продолжение следует...